Работа канадской компании Цинтера на руднике Кумптор привела к колоссальным экологическим проблемам в регионе, заявляют участники мирного митинга. По их словам, выявлены грубейшие нарушения экологических норм, которые привели к катастрофическим последствиям. Незаконное сваливание отработанной породы прямо на окружающие ледники привело к их почти полному исчезновению. По данным Госкомэкологии страны за 20 лет было выброшено более миллиарда тонн пустых пород. Правильно со стороны то, что они в течение 20 лет нам нанесли большой ущерб и при этом очень много денег было упущено, то есть для них это было очень выгодно, но не для нас. И при этом они подают суд еще на нас. Это пик несправедливости. На мой взгляд, если бы была страна, в которой защищаются экология, то все было бы по-другому. То есть Центера Голд бы понесла наказание. Просто мы не можем правильно защищать свои интересы на мировой арене. И в этом вся проблема, я считаю. Ранее на руднике Кумтэр были выявлены факты нарушения канадскими разработчиками. Специалисты Государственного комитета по экологии и климату нашли упаковки от химических реагентов, старые шины и даже целые автомобили. Они были закопаны в разных местах рудника. Это, по словам экологов, нарушает не только законы Кыргызстана, но и природоохранное законодательство самой Канады. Это варварское отношение к природе нашей страны. За эти незаконные действия предусмотрены очень серьезные штрафные санкции. Можно сказать, что Центера работала в Кыргызстане бесконтрольно, потому что контролирующие органы, согласно просмотренным актам предыдущих проверок, были на руднике всего один-два дня. И только на тех участках, на которые Центера позволяла им попасть. Данные о незаконных свалках на месторождении экологии передали в правоохранительные органы для юридической оценки. За экологические нарушения с канадской компанией требует штраф в 3 миллиарда долларов. Участники сегодняшней акции протеста требуют справедливого наказания для Центеры. Члены экологического движения подписали резолюцию на имя генерального секретаря ООН Антонио Гутерришем. «Наши экологи, посетив рудник, увидели залежи химических отходов и реагентов. По логике разработки рудника все эти отходы должны были быть захоронены. Но таких мер за долгое время разработки рудника совершено не было. Сейчас есть реальная угроза экологического характера для местности. В этой связи мы собрали все данные экологов, подготовили по ним резолюцию и решили передать их в ООН. Цель – привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам на руднике Кумтор. Надеемся, что наша резолюция дойдёт до генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша». Выйдя к митингующим, представитель ООН заявил, что пока никаких комментариев дать не может. На это должны ответить соответствующие лица. «Кумтор» – одно из крупнейших месторождений в Центральной Азии. Он находится в горах Синьшане на высоте 4000 метров над уровнем моря. Рудник обеспечивает около 10% внутриволового продукта страны. В настоящее время в зао «Кумтор Голд Компани» введён строгий экологический контроль, а все отходы сортируются и отправляются на переработку. Обсуждается и внедрение проектов по энергосбережению.